Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 января. У меня сегодня первый посев перца. Это видео будет длинное. Буду показывать пошагово все-все процедуры, которые я делаю. Но хочу сказать, что посев перца, сама технология ненамного отличается от посева томатов. Делаю точно так же. Сначала начинаю с земли. Грунт беру тот же самый, как для томатов. Он у меня с осени приготовленный. То есть я осенью его собрала. Половина перегноя, половина земли. Перегной очень старый, такой как земля, но просто рыхлый. Он повышает плодородие этого грунта и дает вот такую пушистость. С осени добавила суперфосфат и сульфат калия. 1 столовую ложку на ведро грунта суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия. Сейчас я его занесла, разморозила, согрела. И первое, что я делаю, это выравниваю увлажнение. Так как он немножко уже у меня подсох, занесла давно, я добавила воды. Все показывать не буду. Размешиваю, все увлажняю. Оптимально увлажненный грунт вот так сохраняет, когда сожмешь комочек, но при надавливании он должен рассыпаться. Сейчас буду перекладывать в лоток. Когда грунт разложила в лоток, кстати, я насыпаю полностью так же, как для томатов, вровень с бортиком. Почему я уже объясняла? Потому что грунт рыхлый и сейчас при продавливании дорожек, потом при последующем поливе он немного осядет. Маркировку провожу точно так же, как для томатов. Делаю бороздки, ну визуально просто, на расстоянии 3-5 сантиметров друг от друга. И если для томатов мы это расстояние выдерживаем почти всегда одинаковое, то перцы и баклажаны, мы должны тут напомнить, то есть я должна напомнить, уточнить, что такая маркировка 3-5 сантиметров между рядками подходит только, если вы будете сеять с последующей пикировкой, то есть потом рассаживать будем в другие лотки пореже. Если вы будете выращивать без пикировки, то расстояние между бороздками в два раза больше. Я вот сейчас делаю 3-5 сантиметров расстояние вы без пикировки должны 10 сантиметров. И когда раскладываем, я буду раскладывать так же, как томаты на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга. Если без пикировки, то тут 1-2-3. Всего 3 растения в один ряд поместится. Вы понимаете, что оно будет разрастаться, если до конца держать его вот в одной и той же таре, например, в лотке, тогда расстояние нужно большое. И вот в такой лоток посевочный входит всего 12, примерно 18 растений, не больше. Все, маркировку я сделала. Сейчас мне нужно дальше бороздки пролить раствором и начну укладывать семена. После того, как сделаны бороздки, я начинаю готовить раствор для увлажнения. Так же, как на томаты, растворяю привикур по инструкции очень быстро 0,7 миллилитров на пол-литра воды. Сейчас я все это хорошенько перемешаю и перелью в бутылочку. Пол-литра перелила вот в эту бутылку. Ее хватит, чтобы увлажнить рядочки перед посевом и после посева. Рядки стараюсь увлажнить посильнее, чтобы они были влажные и влажные, чтобы семечки легли в хорошо смоченную землю. Между рядами остаются у меня сухими. Для своих первых посевов я выбираю только свои семена, но это также по аналогии с томатами, чтобы не было осечки, чтобы не ждать по 2-3 недели, потом пересевать уже времени не будет. Свои семена обычно всходят быстрее. И раскладываю точно так же. Спичкой беру, намачиваю. Этот способ очень хорош. Даже тяжелые семена перца, они прекрасно подцепляются поштучно. Несколько минут и рядок готов. Когда я укладываю вот в такой промоченный грунт, я больше чем уверена, что они очень быстро набухнут. Хотя весь лоток между рядами остается же сухими, у меня мокро только там, куда я выкладываю семя. Это очень хорошо помогает спасти посадки молодые, всяких от переувлажнения, от грибковых заболеваний. Все. Вот. Перца-то нужно совсем немножко. Я каждого по 10 штучек. Потом еще раз проливаю. И все. На этом посев мой готов. Проливаю прям так жирненько, чтобы там аж такая была, как... Ну, как кашется. И этой же землей с боков закрываю. Никакого поверхностного уже прикрытия грунтом у меня нет. Я на 1 см заглубила семя и еще на полсантиметра вот с бортиков накидала на них. Опять же, поверхностного полива тоже не будет. Сейчас накрываю пленкой полиэтиленовой. Выставляю в теплое место для того, чтобы всходы начинали набухать и прорастать. Все. Так как сею сухими семенами, даю им 14 дней для появления всходов. Пока они набухнут, пока они проклюнутся. Ну и все. Да, если бы я высевала без последующей пикировки, то было бы, конечно, намного, как сказать, реже. Но так как я планирую пикировать их потом, я высаживаю их густо. Здесь они будут расти всего месяц. Через месяц я буду высаживать, пикировать их или по стаканчикам, или в кассеты, ну или в другой лоток. Просто пореже. Все. Ничего сложного в посеве нет. У меня посев точно так же, как посев томатов. Все уже отработано. Боростки. Семя ложим. Поливаем. Прикрываем пленочку сверху. Все в добрый путь. Пусть всходят. До свидания. До свидания.